Несмотря на предупреждения, которые часто звучат в различных информационных источниках, все больше эскетимцев становятся жертвами мошенников. Не задумываясь, люди сами переводят свои накопления на неизвестные счета. Последний подобный случай зафиксирован в минувшую субботу. Дежурную часть полиции позвонила женщина. Она рассказала, что с ее карты пропали все накопления. Накануне пострадавший позвонил мужчина, представился сотрудником банка. Сообщил, что с ее счета пытаются снять денежные средства. Чтобы этого избежать, нужно срочно перевести деньги на резервный счет. Женщина, естественно, поверила сотруднику якобы банка, перевела денежные средства. И таким образом было похищено с ее карты 40 тысяч рублей. От действий мошенников сегодня страдают не только пенсионеры, но и молодые люди. Сотрудники полиции напоминают, что настоящий представитель организации знает данные карты. Поэтому никому не стоит сообщать эту информацию. А при работе в интернете в целях безопасности лучше придерживаться определенных правил. Не участвуйте ни в каких акциях и розыгрышах призов на интернет-сайтах. Не указывайте никакой информации о своих банковских картах. Если в переписке социальной сети якобы друг из ваших контактов просит дать вам денег взаймы, то этого делать не следует. Нужно созвониться с этим человеком или связаться другим образом. Если факт хищения денежных средств все-таки произошел, следует незамедлительно обратиться в банк для получения подробной выписки о движении ваших средств и заблокировать карту. У сотового оператора получи детализацию соединений по номеру, на который подключена услуга «Мобильный банк». С этими документами нужно обратиться в полицию. Продолжение следует...